Канал Руненштайн представляет Синагога в Ульме В прошлом фильме речь зашла о пирамиде в Ульме, в которой расположена библиотека. Вы можете посмотреть, точно такая же пирамида стоит в Парижском Лувре. Пирамида является ретранслятором. Но это старое здание синагоги в конце 19 века. В начале 20 века здание претерпело ряд изменений. Вон какой-то чувак по крыше лазит. А это главный вход в синагогу или портал. Старое здание не сохранилось. Как утверждают историки, его снесли нацисты. И теперь на Винном дворе в 2012 году возвели новое здание синагоги. Сегодня мы осмотрим этот объект, разглядим несколько достопримечательностей, находящихся рядом, потому что это центр города. Официально данное здание является синагогой, куда евреи должны ходить и молиться. Это исторический центр Ульма, где достаточно много старых зданий сохранились в очень хорошем состоянии. И совершенно непонятно, как это кубическое современное здание оказалось в историческом центре. Оно абсолютно не вписывается в пейзаж сказочных домиков, расположенных вокруг. Но такова жизнь. Старые здания сносятся, и на их месте возводятся новые. Мы заходим на Винный двор, где когда-то располагалась рыночная площадь города. Перед нами красуется здание синагоги. Попробуйте угадать, сколько в этом здании этажей, если вы смотрите на него с этой стороны. Обратите ваше внимание на здание справа. Это здание банка. Вот так строят на сегодняшний день здание с присыпанными этажами. Как вы уже наверняка заметили, фасад здания синагоги отделан облицовочной плиткой. Как когда-то отделывали облицовочной плиткой стены пирамид. Для поддержания определенной частоты вибраций примерно на 12,5 Гц. Это памятная табличка на фасаде здания. А это видеонаблюдение с сервером в Израиле. Итак, посмотрим облицовочную плитку немного поближе. Поверхность достаточно гладкая. Хотя все-таки встречаются шероховатости и углубления. Обходим теперь здание с другой стороны и посмотрим, что здесь тоже присутствует. Не обратил уже ваше внимание на здание справа. Вот так вот строят современные строители цокольные этажи. Окошки явно не присыпанные, а уже так построены. Ну что, посмотрим еще здание немного поближе. Вернемся назад. Вот она памятная табличка, что 2 декабря 2012 года. Здесь возвели синагогу в память о старой, которую снесли. Постоянно здание находится под видеонаблюдением. Периодически проезжает мимо полиция, потому что боятся терактов в связи с такими объектами. И достаточно часто уже происходили нападения на синагоги в Германии. Насмотрим это здание с другой стороны. Но для начала мы спустимся примерно на 100 метров вниз к небольшой речушке. Буквально рядом с синагогой расположен источник воды. Достаточный для некоторых нужд. Вы наверняка знаете, что и пирамиды располагались около источников воды. Даже в Египте они стояли недалеко от реки. Мы осмотрели один источник воды. Позже мы рассмотрим еще один. Я возвращаюсь назад и поднимаюсь опять к зданию синагоги. По дороге встречается эмблема нашего местного пивного завода. На стене табличка в память о 30-летней войне. Не обхожу здание с другой стороны. Заодно снимаю все, что интересное попадается рядом. Внимательно смотрим на окно первого этажа. И я поднимаюсь по лестнице вверх. В начале осмотра, когда я показывал здание с другой стороны, я задал вопрос. Сколько примерно этажей в этом здании? Теперь мы можем четко рассмотреть и увидеть 5 этажей, которые мы видим с этой стороны. Это входная дверь, здание рядом. Обратите внимание на кодовый замок. Он нам еще сегодня встретится. В этом здании расположен архив города Ульм и небольшой музей на первом этаже. Теперь я осматриваю здание с другого угла. Точно такая же облицовка, как и по всему периметру здания. Многоуровневое видеонаблюдение расположено по периметру всего здания. Ну а теперь мы приближаемся к центральному входу в синагогу. На этой площади до открытия синагоги располагалась парковка. Но после открытия синагоги парковку отсюда убрали. Здание, которое выйдет сейчас, это Шверхаус. Но я его сниму еще с другой стороны. Там очень-очень красивый фасад с балконом. Типичные немецкие улочки. Дороги выложены брусчаткой. И вот посреди, так сказать, вот этой вот сказки расположено это нелепое кубическое здание. С видом на самую главную достопримечательность Ульмский Мюнстер. Ну а теперь мы подошли ко второму источнику воды. Как видите, рядом расположен фонтан. Вокруг этой площади в основном расположены здания в допотопном стиле. Это здание Шверхаус. Как я говорил, с красивым фасадом, с красивым балконом, с часами наверху и небольшой колокольней. Теперь я иду к главному входу в здание синагоги. Тут меня явно не ждали и впускать внутрь тоже не собирались. Адрес синагоги Винный двор 2. Не солоно хлебавшись, иду осматривать фасад здания с другой стороны. И вот такая интересная деталь. Куча звездочек Давида. Медленно поднимаю камеру наверх. И помимо звезды Давида просматривается знак радиации. Деталь оформления этого юго-восточного угла с 85 звездами Давида я так и не понял. Но с другой стороны, внутри здания, там расположен алтарь. Итак, я показал вам здание синагоги со всех сторон, построенное для проведения религиозных опрядов и служб. А теперь мы переходим ко второй технической части этого ролика, где я расскажу вам о строительстве данного объекта и сделаю выводы из увиденного и показанного вам сегодня. Это 3D-модель старого здания синагоги. Четыре купольные установки расположены на вершине башень этого здания. Несколько входов и центральный вход с западной стороны здания. Вот так здание стало выглядеть после ночи погромов 9 ноября 1938 года. Официальное старое здание синагоги было снесено в 1939 году. В Советской России коммунисты сносили здания так называемых церквей, а в Третьем Рейхе национал-социалисты сносили здания синагог. Зачем сносить, если можно было бы такой прочный дом начать использовать для других целей? В ноябре 2011 года началась ударная стахановская стройка новой синагоги в Ульме. Снимки более ранней стадии строительства в сети интернета отсутствуют. Но кое-что мне все-таки удалось добыть. Строили мы строили, наконец построили. Основная конструкция здания выполнена из железобетона. 2 декабря 2012 года, год спустя, после начала строительства, состоялось освещение новой синагоги. Торжественное открытие нового молельного дома в таком захолустье, как районный центр, расположенный в городе Ульме, посетили тогдашний бундеспрезидент Юахим Гаок, глава Германии. Не путайте с канцлером, лишь председатель правительства. Также в Ульм на открытии синагоги явился глава федеральной земли Баден-Вертенберг Винфрид Кречман, по-русски губернатор области. Шествие началось на еврейском дворе. Кстати, там сейчас расположена русская православная церковь в бывшем здании свидетелей Еговы и направилась через центр в сторону Винного двора. После чего приглашенные зашли через центральный вход в синагогу. Теперь обратите внимание на атопе кодового замка. Явное подражание ранее знакомым технологиям. Внутри были произнесены торжественные речи. Немцы не уставали каяться за преступления национал-социалистов, но не перед всеми. Даже местного мэра пустили на этот шабаш. Перед вами Равин Ульмской синагоги. Глава Германии оставляет памятный автограф. Акт приемки подписан и издание принято в эксплуатацию. А сейчас заносят необходимые части оборудования. Вы думаете это короны? Кто так подумал, пусть попробует натянуть себе на шляпу АТП имитатор кодового замка на входе вы уже видели. Ну а теперь давайте разбирать что же нам тут построили на самом деле назвав это здание синагогой. Пирамида Ретранслятор расположена буквально рядом. Объект расположен около источника воды. Фасад здания отделан облицовочной плиткой. Здание имеет шесть полных этажей. В подвальном помещении здания расположена специальная ванна для воды. А вот так без посторонних строили шахту под водяную ванну. Точно такие же шахты расположены внутри египетских пирамид. Про истинное техническое назначение подобных сооружений на ютубе уже достаточно роликов. Данное здание не является религиозно-культовым объектом, а с технической точки зрения больше похоже на волновой накопитель. Благодарю за внимание. Поделитесь этим видео с близким человеком. На этом все. Жми колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пишите комментарии и читайте комментарии. Там иногда умные люди пишут умные вещи. Всем добра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok